Когда мы переезжаем в другую страну, и всё привычное, знакомое, такое комфортное остаётся временно в прошлом, важно найти точки опоры в этом новом пространстве, в новой стране, со всеми её сюрпризами и неизвестностью. Зачем вообще искать точки опоры? Потому что всем нам нужна поддержка и осознание каких-то моментов. И вот именно пересмотр своего опыта, достижений и привычек очень помогает чувствовать себя спокойней. Нужно будет что-то признать, что-то убрать, а что-то добавить, и тогда у вас появится ясность, и вы уже на что-то сможете опереться. И проходить путь адаптации в эмиграции вам будет легче. Я собрала для вас несколько вариантов, как можно поработать со своими опорами. Первый очень простой и всем знакомый – колесо баланса. С ним можно работать не раз в год под Новый год, а на постоянной основе – раз в месяц, раз в сезон. Или в любой момент, когда вы почувствовали, что то, как вы чувствуете себя сейчас в эмиграции, вам не нравится. Но из-за чего именно и что с этим делать, пока не очевидно. Возьмем основные семь секторов. Первый – тело, здоровье. Второй – призвание, работа. Третий – финансы. Четвертый – духовное саморазвитие. Пятый – удовольствие от жизни. Шестое – окружение. Седьмое – отношение. И поставим себе от 1 до 10 баллов, анализируя каждую сферу и делая выводы, какой сектор есть опорой, а какой нет. И есть ли возможность, силы и желание что-то изменить сейчас. И смотрим с позиции такого аналитика-реалиста, без драмы, без приукрашиваний. Вот просто как есть, как чувствуется. И очень-очень важно именно проговорить с собой, что да, да, сейчас вот так. И я понимаю, что вот этот пункт может быть сейчас таков, и, возможно, причины моего состояния и вчерашних слез тут. То есть сначала вы признаете и понимаете реальную ситуацию, а потом можете подумать, когда бы мы могли начать менять эту ситуацию, и что вы будете для этого делать. Некоторые сферы после переезда воссоздаются заново, с нуля, и это нормальный процесс в эмиграции. Например, окружение и работа. Вы, скорее всего, не перевозите с собой, и эти секторы могут проседать чаще всего, и это нормально. Проговорите это обязательно, что это нормально, что это займет время, прежде чем вы на новом месте сможете считать своей точкой опоры окружения или работу. Слышите? Это нормально. И при этом сильными в данный момент могут быть другие сектора. Опирайтесь на них уже сейчас, когда требуется. Дальше, помимо колеса баланса, опоры можно разделить на внутренние и внешние, если так удобнее. Внешние – это опора окружения, опора отношений, опора финансов. Внутренние – это опора любви к себе, опора мыслей, эмоциональная опора, физическая опора и духовная опора. Что нужно для формирования всех этих опор? Кто в центре? Кто главный герой? Вы. Для формирования всех опор нужны вы. Вы и ваше понимание, что вам они нужны, важны. И чтобы вам было лучше, вы готовы немного поработать над ними. Чтобы проанализировать эти опоры, вы можете ответить себе на вопросы. Что я делаю для себя после переезда? Не забыла ли я вообще, чего я хочу? В потоке кучи новых дел, бумажной волокиты и прочего. Какие у меня цели? Какие мысли крутятся в моей голове каждый день, позитивные или негативные? Какие убеждения мешают идти к целям? Не включила ли я режим катастрофизации? А если я начну с ним спорить и предлагать себе другой вариант развития событий? Что я чувствую сейчас? И позволяю ли я своим чувствам быть? Такой опять режим реалиста. Абсолютно всей гамме чувств позволяю ли я быть? Есть ли радость в моей жизни? И как я могу себе ее организовать? Позволяю ли я себе наслаждаться моментами? А мое тело, моя опора? Как у меня с уровнем энергии? Есть ли баланс работы, отдыха, физической активности? И как я могу вновь почувствовать связь с высшими силами? Напоминаю, какие есть внутренние опоры. Опора любви к себе, опора мыслей, эмоциональная опора, физическая и духовная опоры. И для того, чтобы продвинуться во многом, даже из дома выходить не нужно. Просто разобраться в себе, такой честный разговор. И потом осознанно менять свои мысли, ритуалы и действия. Разговаривайте с собой и договаривайтесь с собой. Еще один вариант опора на будущее. То есть помнить прошлое, жить в настоящем. И обязательно иметь намерение на будущее. Будущее. Вот этот вот визуал. Для меня это колоссальная опора. Я всегда представляю, как я вижу свою жизнь в будущем. И что я буду делать, чтобы прийти к этому. Это моя опора. Берите из прошлого свои победы. Напоминайте себе, что вы можете, что вы смогли. Все истории победителя. Ваши качества, которые вам помогли. Знания, на что вы способны, что вы можете. И то, и то порешать. Это тоже ваша опора. Настоящее, то, где вы сейчас. Вы же, наверное, сюда стремились попасть. В эту страну, вы помните? Вы об этом говорили друзьям, сохраняли картинки на телефон. И загадывали желание на Новый год. Быть здесь. Да, вы сейчас наверняка взяли новую планку. И у вас новые сложности, которыми забита голова. Но вы же тут. Тут, в этой стране, куда вы так хотели попасть. Вы это сделали. Остановитесь на минутку и вспомните, что вы тут. В стране мечты. Вашей мечты. Потому что вы так сюда хотели. И вы это сделали. Вау. Люди, которые переезжают, очень часто забывают, насколько они круты. Я когда смотрю на эмигрантов, у меня только восхищение. Потому что этот путь выбирают далеко не все. Это нужна решительность, шагнуть неизвестность. Независимо от того, планировал кто-то или не планировал, мы все собрали свою жизнь, пару чемоданов и переехали. Взяли билеты без обратной даты. Только туда. Помахали ручкой всем родным и всему знакомому. И вперед, строить новую жизнь. Ну вау, вы вообще представляете, кто переехал, что вы сделали? Никогда не забывайте о своей силе и решительности. Эти качества, сила и решительность – ваша опора. И когда оглядываюсь назад и думаю, вау, Наташа, ну ты просто огонь. А почему вы забыли, что вы такие невероятные? Никогда не забывайте, что вы невероятные. Сложно? Конечно, всем бывает сложно. Есть такая фраза «новая жизнь будет стоить тебе старой». Ну так не бывает, что ты переехал и все по-старому. Нет. Новая жизнь будет стоить тебе старой. Поэтому еще одна опора – отсутствие абнезии. Всегда помнить, особенно когда сложно, ради чего ты переехал, какая твоя цель, что ты получил уже в этой своей новой жизни и что ты еще получишь в будущем. Опора на будущее. Когда старое уже разрушено, а новое еще в процессе строительства, могут быть эмоциональные качели. И случаются и будут случаться такие ситуации, не очень приятные, которые злят, шокируют, удивляют. И напоминайте себе, что не бывает ничего идеального, но есть вещи глобальные. Почему вы здесь, в новой стране, уже в вашей стране, в вашем втором новом доме. Есть временные сложности, но у вас наверняка есть суперсила решать это все и продолжать свой путь к новым мечтам. Еще моя опора — доверие Вселенной. Я верю, что мир для всех нас хочет только лучшего. Что, если вам было вдруг в чем-то отказано, эта Вселенная защищает вас от чего-то? А что, если вы попробуете еще раз и еще раз? Или что-то чуток измените свои действия, исходя из новых данных? Вы получите ответ, наконец-то ответ «да» в самое лучшее время. Моя опора в том, чтобы и доверять, и продолжать все равно стремиться к тому, что я действительно хочу и что мне нужно, чтобы получить то, что я хочу в самое лучшее время. Еще есть теория пяти первоэлементов. Это эфир или, другими словами, пространство, воздух, огонь, вода и земля. Вы можете поискать медитации и другие практики, которые помогут вам найти опору через первоэлементы. Мне такая медитация очень помогает. Ну и напоследок хочу сказать, что рано или поздно все станет прошлым. И вы будете вспоминать с улыбкой этот период. Как воспитание детей. Очень сложно, когда они маленькие, но очень весело вспоминать моменты из их младенчества, как они чудили, когда дети уже выросли. Также и вы когда-то будете вспоминать свои истории из жизненного прибывшего эмигранта. А если вам сейчас в вашей эмиграции не хватает поддержки, вам кажется, что вы одни, то знайте, что есть еще я, Наташа Антипова, и мысленно в вас верю и поддерживаю. Все будет хорошо. Удачи!